Продюсерский центр MobileMho представляет Начнем мы разговор с самой популярной российской соцсети ВКонтакте. Конечно, под нее существует огромное число всяких приложений, но посмотрим мы только официальные клиенты и попробуем разобраться, а где же удобнее торчать ВКонтакте. Запускаем ВК для iOS и ВКонтакте для Андроида. Видна сразу разница. Значит, на iOS мы можем понять, сколько у меня друзей, подписчиков групп, фото, видео и аудио, не заходя никуда сразу после загрузки приложения. Естественно, если ткнем на какую-то цифру, попадем в соответствующий раздел. Далее. Можем посмотреть ленту фотографий, довольно просто добавить запись, сфотографировать и добавить какую-то фотографию в альбом. Ну и посмотреть стенку. Стенка не похожа на настольный вариант, но вполне читаема. Если кому-то хочется конкретики и подробностей про мою персону, пожалуйста, нажимаем информацию и вот написано все про меня, то, что я посчитал нужным сказать интернету. На Андроиде все совсем не так. Стенка здесь больше похожа на оригинальный настольный вариант, однако нет вот этих цифровых данных. Чтобы на них добраться, нужно нажать на вот это серое поле и сразу посмотреть. Фотографии со мной, фотографии просто мои, альбомы, аудиозаписи и так далее и тому подобное. Ну и конкретика обо мне написана чуть ниже. Конечно же, если мы нажмем, например, на аудиозаписи, мы попадем в соответствующий раздел. Далее. Мы можем вот так сдвинуть пальчиком и попасть в боковое меню. По сути, это основное меню программы, где мы можем совершать большинство действий. Оно отличается. Во-первых, здесь у нас настройки сверху, здесь у нас настройки снизу. Далее. Здесь мы можем поменять аватарчик, просто нажав и выбрав фотографию или сфотографировав себя в зеркале. Здесь у нас такого по умолчанию не предлагается. При этом есть напоминания, друзья, сообщества основные, настройки о программе закрыть. Здесь же только ближайшие дни рождения. Далее. Давайте, например, вернемся обратно и попытаемся перейти в новостную ленту. Значит, на андроиде существуют быстрые кнопки. Это новости, сообщения, домой, музыка и, условно говоря, друзья. Для iOS такого нету, поэтому приходится переходить по менюшечкам, например, друзья. И, возвращаясь обратно, смотреть, допустим, новости. В этом плане удобно. Пожалуйста, свежие новости, не хотим новости, читаем рекомендации, поиск друзья и сообщества. Вполне логично пользоваться и так, и так. Просто кому что удобнее. Вторым номером у нас идет Facebook. Выглядит одинаково, называется «Одинаково». Внутри то же самое, все одинаково. И вот такая забавная картинка, фото оберег от пропуска тренировок. Товарищи, все-таки ходите в спортзал, лето почти наступило. В остальном же, на iOS можем сделать свайп. На андроиде свайпа у нас не получается, поэтому приходится нажимать кнопочку, хотя меню ровно то же самое. Ну и, соответственно, главное в меню, здесь можем сделать свайп, на андроиде не можем. По меню, немного изменено оформление, как вы видите, здесь больше расстояние между пунктами и немножко другие картиночки. Далее, нет понятия вот таких вот близкие друзья и какие-то группы, здесь просто друзья. Ну и в остальном все то же самое. Единственное, еще подписки здесь в интересах появляются, RSS-ные. Все, абсолютно идентичные решения, поэтому пользуйтесь чем хотите. Третий номер – это Instagram. Штука изначально была создана под айфоны и через какое-то время, несмотря на стенание из тонны ярых фанатов, переползла на андроид. Теперь ей пользуются просто все. Давайте посмотрим на разницу интерфейса. А нет никакой разницы. То же самое. Конечно, отличается чуть-чуть внешний вид, но потому что это айфон и андроид. Ничего более. Те же самые ознакомиться, те же самые сердечки, только чуть-чуть по-другому выглядящие, те же самые картинки профиля, возможность редактировать профиль, те же самые даже настройки, только отсортированные по-другому, плюс в iOS есть еще возможность сохранить первоначальный кадр без обработки. Все. В остальном, пожалуйста, даже камера так же выглядит. Поэтому пользуйтесь тем устройством, которое вам нравится. Разница будет только в фотомодулях, но никак не в приложении. Твиттер. Соцсеть для тех, кто не любит разбрасываться своими словами или очень спешит. Для андроида это синий птиц на белом фоне, а для iOS это белый птиц на синем. Давайте запустим и посмотрим. Разница есть, но она незначительна. В андроиде у нас менюшка в верхней части, а в iOS в нижней. Плюс есть еще и подписи. Те же самые вкладки, тот же самый функционал. Во вкладке «Я» мы можем также нажать на кнопочку с шестеренкой и поменять, например, профиль, настройки и помощь. Здесь надо нажать «Отмена», здесь можно нажать в любом месте. Также здесь мы можем, допустим, учетные записи добавить и удалить, а здесь учетные записи находятся под тремя точками и нажать им на записи. В остальном же, опять как вы видите, все ровно то же самое. Поэтому вы не почувствуете принципиальной разницы, пользуясь или iOS, или Android, или одновременно. Пятая социальная сетка – это Google+. Давайте посмотрим, есть ли разница. Разница, как выясняется, есть. Хоть внизу цвета те же самые, но вместо смайликов здесь, в iOS ссылка. То есть мы можем поделиться некой ссылкой. Дальше тоже самое отметится, фото и так далее. Если мы хотим написать что-то кому-то, то, убрав клавиатуру, увидим также небольшие отличия. Одинаковый, собственно, выбор кругов, текст, местоположение, фото. Здесь у нас уже появляется ссылка и смайлики. Здесь фото, камера отдельно и ссылка. То есть смайликов у нас нету, а смайлики здесь, ну, вот такого вида. Видно специальная фишка, только для Android. Интересно выглядит у iOS сокращение поделиться. Поди, мягкий знак «ся». Ну, вот так вот русифицировали. В остальном, в принципе, то же самое, только в iOS, как обычно, потянуть, отпустить, чтобы обновилось. Здесь такого нету, а есть отдельная кнопочка на обновление. Далее, на Android есть возможность нажать по трем точкам и оставить отзыв, зайти в настройки, посмотреть справку и выйти, в iOS придется вам нажимать вот на такие вот три полосочки. Это боковое меню. Здесь тоже самое. Значит, боковое меню у iOS довольно-таки скудненько выглядит, у Android, естественно, побольше. Поиск людей, фото, то же самое, сообщество, мероприятие, видео, встречи, чат, но плюс адреса, плюс приложение. Поиск там и там. Профиль здесь отдельно вынесен в меню, здесь вот по логотипу. Ну, настройки и настройки. Естественно, Google любит больше свою систему и поэтому делает ее чуть удобнее, чем на iOS. Это все логично. Давайте теперь вам покажу интересное дополнение расширения функционала этой Google Плюсины и Google Толка. Приложение, навеяно вчерашним Google IOS 13, называется Google Hangouts. Это чат, пришедший на смену Google Толку. Есть и под Android, есть и под iOS. Однако, почему-то, когда я попытался его поставить, мне выдалось вот такое вот странное уведомление. Поэтому, давайте я вам буду его показывать пока только на Android. Итак, Google Hangouts. Google Hangouts представляет собой аналог WhatsApp по сути, но использует при этом ваши круги Google Плюс. Очень удобная штука. Это, во-первых, вы можете писать, передавать кучу всяких вот смайликов. Их тут просто тысячи, наверное, я не знаю, их очень-очень-очень много отсортированных по разным секциям. Плюс, вы можете передавать вот, пожалуйста, картинки мои наушники, я сфотографировал. Плюс, вы можете начать групповой чат, плюс, вы можете позвонить по видео и плюс, вы можете позвонить по видеогруппе. То есть, очень удобная штука для каких-то коротких совещаний и переговоров при этом от Google. Вот, пожалуйста, мои круги в Google, есть куча контактов, плюс всякие вот люди из моей адресной книги. Поэтому довольно-таки мощные решения. Я надеюсь, что iOS это все поправит. Конечно же, вопрос установки Hangouts под iOS решится в самое ближайшее время. А может быть, и уже решился, пока вы смотрели это видео. Так что же лучше, iOS или Android для того, чтобы с комфортом сидеть в соцсетях? Да выбирайте то, что вам больше по душе, в остальном они совершенно одинаковые и позволяют с полным комфортом сидеть в любимой сетке и строчить комменты с лайками. На сегодня все, я с вами прощаюсь только на одну неделю. В следующую пятницу мы снова встретимся в формате пятнашек. пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok